Начало весны это самое время для активных занятий фитнесом, но зачастую наши усилия не приносят желаемых успехов. Сегодняшние наши гости поделятся несколькими секретами, с помощью которых можно успешно похудеть. Мы с радостью представляем вам диетологов, нутрициологов Юлию Пенигину и Инну Собакину. Доброе утро, девушки! Доброе утро! Итак, наверное, один из самых распространенных вопросов, которые вам часто задают, да, вот какой, с чего нужно начать путь к стройному телу? Ну, перейти на правильное сбалансированное питание поможет нормам водички. Когда человек начинает пить воду, у него обменные процессы улучшаются. Приучить себя завтракать. После пробуждения наш организм требует много энергии для того, чтобы получить бодрость, силы на весь день. И постараться отслеживать то, что ты кушаешь. То есть завести дневник питания, где можно будет увидеть, где ваши ошибки и промахи в питании. Это как бы основное то, что... Ну, естественно, все знают, это убрать сладости, тортики. А есть ли какой-то универсальный подход, ну, кроме того, чтобы убрать какие-то все сладости, там, начать вести дневник питания, потому что, если ты решил начать правильно питаться, многие ведь не отличаются силой воли и по ночам, допустим, смакуют пирожки. Ну, как бы основы сбалансированного питания, переход, это, можно сказать, для всех одинаково, да, рекомендации. Но вот именно расчет меню и колораж, там, и прочее у всех, индивидуальный. Каждый человек... Мы называли колораж? Колораж. Да, колораж, это килокалории рассчитывается. А вот мы с Виталией часто говорим, да, нашим телезрителям, что сразу как пробудишься, проснешься, нужно выпивать стакан воды, а потом только завтракать. Все верно. Мы правильно, да, говорим? Все верно, мелкими глотками для того, чтобы у нас усвоилась эта водичка, выпиваем, и после этого где-то минут через 30 можно завтракать. Ага, а вот вы говорили про воду, да, вот сколько в день нужно выпивать в среднем воду, получается? Да, рассчитывается 30 миллилитров на килограмм веса. Это средняя, минимальная норма воды. 30 миллилитров на килограмм веса, да? Да. Ага. А существует ли какой-то хитрый продукт, который следует употреблять, чтобы вот через месяц стать стройным для себя? Или наоборот, который можно кушать ночью, вот как раз таки, когда проснешься. Ну, это, наверное, белковые продукты, которые низкокалорийные, и на усвоение белка уходит много энергии организма, поэтому, естественно, основа это белок, этот, ну, творог, наверное, кисломолочный. То есть такие продукты можно тушить, да? А что, наоборот, от чего стоит отказаться в первую очередь? Ну, вот помимо сахара. Я пытался без хлеба, скажу, прожить, но не выдержал и неделю. На самом деле очень легко отказаться, когда в рацион выйти цельнозерновые крупы, то есть достаточно каши, чтобы было в рационе. То есть овсяная каша, допустим, да, полтора? Овсяная каша, но не такая, как быстрого приготовления, а чтобы долгой варки, желательно, чтобы зерна необработанные были, тогда долго энергию получает наш организм, и долго вы себя будете чувствовать сытым. А сколько раз в день нужно кушать? Ну, классика, это пять раз. Пять раз, да? То есть вот та вот фраза, которая вот завтрак съешь сам, там обед, раздадь с другом, это не актуально, да, уже? Нет, совершенно. Мне кажется, что правильное питание, это довольно дорого. Все, кто пытались правильно вести здоровый образ жизни, знают, что... Овощи, фрукты у нас так дорого стоят, например. Напрасно так думают. Потому что правильное питание, например, это продукты, которые продаются в обычном магазине. Например? Ну, яйца, творог, рыба, курица. Вот это вот относится к правильному питанию. Ну, а вот овощи, фрукты? Овощи, фрукты они обязательно, да, это клетчатка. Ну, а они стоят у нас сколько там? Ну, есть небольшой секрет, это можно недостаток клетчатки восполнить сухой клетчаткой, которая продается в аптеках, она совершенно стоит дешево, рублей 50, наверное. А организм подумает, что мы съели свежую морковку там, допустим? Нет, клетчатка нужна для того, чтобы улучшить моторику кишечника и при достаточном количестве воды, просто чтобы не оставалась долгая пища в желудке. Да, он выводит токсин и очищает шлаки. Ну, раз уж мы заговорили про таблетки, хотелось спросить, вот вы как профессионалы, как вы относитесь к всяким гербалайфам? К энергидиедам, которые сейчас популярны довольно-таки. Ну, мы лично с Инной относимся нейтрально, как бы это... Дело каждого. Да, дело каждого, каждый человек вправе выбирать то, что он хочет кушать и кушает, и разные добавки там или прочее. Но мы рассчитываем, если человек употребляет какие-либо продукты, с учетом того, что он кушает, да, и стараемся это вместить. Но, конечно, диетологи все считают, что правильное снижение веса – это на обычных продуктах. Не надо привязываться к какому-то либо бренду и зависеть от этого. А вот если, допустим, мы с Виталием начали правильно кушать 5 раз в день, да, клетчатка, вот, утром овсяная каша из правильных зерен, да. А за какое время, ну, допустим, нет, не за какое время, а за месяц сколько мы можем потерять килограммов, может быть, или граммов, да, без занятий в спорту, да. Ну, это среднее, да, считается 3-5 килограмм, да, ну, опять же, у каждого человека разный обмен веществ. Например, Виталий может быстрее потерять, потому что у него мышечной массы, как правило, у мужчины больше, чем у женщины. И поэтому тут не надо равняться на кого-то, что если кто-то потерял там 4 килограмма, а вы будете за месяц только 1 килограмм, просто нужно… Соревнование такое. Спасибо за комплимент. Ну, наверное, еще и вода будет играть большую ключевую роль, да, вот как раз вот именно в метаболизме, да, я читала об этом. Да, да, да. Много пьем воды, метаболизм улучшается. Все верно. Все это как-то быстрее все происходит, да. Ну что ж, я думаю, что наступило время прощаться, да, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я думаю, что все наши телезрители воспользуются вашими советами. Кушайте правильно, кушайте правильную пищу, сбалансированную. И готовьте ее тоже правильно, потому что даже если вы едите кашу, допустим, я часто ем кашу быстрого приготовления. Вот неправильно, оказывается, да. И кушайте правильные продукты, и кушайте их 5 раз в день. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся, увидимся завтра ровно в 7 часов утра, не забудьте настроить свои телевизоры на наш канал. Чтобы вновь поднять себе настроение вместе с новым днем.